и Совета Фонда История Отечества. Нам предстоит подвести итоги работы за предшествующие годы, обсудить вопрос об эндауните, утвердить изменения в финансовый план на текущий год, а также принять решение по финансовому плану на следующий год. Кроме того, необходимо принять решение по аудиторской компании для проверки годовой бухгалтерской отчеты. Ну, коротко скажу, что за предыдущие четыре года фондом была проделана по-настоящему масштабная и значимая работа, поддержанные более 450 историко-просветительских проектов, почти половина из них реализовывалась в регионах России. Деятельность фондов хорошо заметна, ориентирована на самую широкую аудиторию, ну и прежде всего на молодежь. В целом, хотел бы выразить удовлетворение достигнутыми результатами работы на сегодняшний день. Уважаемые коллеги, для ведения уставной деятельности фонду представляется субсидия из федерального бюджета. Полномочиями главного распорядителя бюджетных средств в отношении этих финансовых ресурсов обладает Министерство просвещения Российской Федерации. Между министерством и фондом ежегодно заключаются соответствующие соглашения. Учитывая накопленный нами опыт, практику, предложил бы на этот раз заключить соглашение не в начале следующего бюджетного года, а уже в конце текущего года. И просил бы вас, уважаемый Сергей Сергеевич, по возможности поручить проработать этот вопрос со стороны министерства. На протяжении последних двух лет общий объем предоставляемой фонду субсидий сохранялся на уровне 185 миллионов рублей в год. С пониманием относимся к предстоящему сокращению расходных обязательств федерального бюджета, обусловленному общей экономической ситуацией, связанной прежде всего с пандемией коронавируса. В то же время считал бы правильным продолжать наращивать объемы финансирования деятельности фонда за счет как бюджетных, так и спонсорских средств. На основании решения, принятого Советом фонда в июле текущего года, были разработаны изменения в устав, связанные с формированием, пополнением и использованием целевого капитала фонда, так называемого «индаун». Рассчитываю, что уже в ближайшее время они будут утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Наполнение «индаун» придаст фонду необходимую финансовую устойчивость. В качестве управляющей компании, которая обеспечит максимальную доходность целевого капитала, ранее был выбран «Газпромбанк». Полагаю, что Наталья Владимировна Третьяк, первый вице-президент «Газпромбанка», в своем выступлении расскажет о этой части нашей работы. Пользуясь случаем, приглашаю членов попечительского совета принять участие в формировании «индаун» и чтобы самому, конечно, не оставаться в стороне от этой работы, планирую до конца текущего года перечислить в целевой капитал сумму не менее месячного заработка. Уважаемые коллеги, в этом году планы работы фонда были существенно скорректированы из-за распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, это отразилось на археологических школах для молодежи, традиционно проходящих в летние сезоны. Учитывая обстоятельства, руководство фонда старалось максимально поддержать партнеров, идя навстречу получателям финансовой поддержки. Тем не менее, возникла существенная экономия, которая была перераспределена в пользу онлайн-проектов, востребованность которых в этот период лишь возросла, причем возросла существенным образом. В июне фонд впервые провел соответствующий конкурс, показавший очень-очень хорошие результаты. По вопросам распределения оставшихся сэкономенных средств нам предстоит принять решение сегодня. Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, дать поручение внести соответствующие изменения в соглашение этого года. В следующем году планируется сохранить традиционные направления поддержки, а также учредить именные стипендии фонда для талантливых студентов-историков. Кроме того, за счет средств фонда будет вестись подготовка международных исторических школ для зарубежных русистов и иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Ранее соответствующее поручение было дано российскому историческому обществу президентом России. Продолжится и начатая в этом году работа по сохранению, изучению и туристическому использованию объектов, связанных с оборонительными линиями российского государства XVI-XVIII веков, в том числе и прежде всего знаменитой белгородской засечной черты. Очень рассчитываю, что деятельность фонда и история Отечества будет и впредь соответствовать самым высоким стандартам, отражая растущую потребность нашего общества в качественных исторических знаниях. После такого выступления прошу, предлагаю начать дискуссию и предоставляю слово Константину Ильичу Могилевскому. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые члены попечительского совета, уважаемые члены совета фонда, я пройдусь со штрихами по тому, что удалось сделать, учитывая то, что был передан отчет о работе фонда всем участникам заседания. У нас проекты, которые реализуются с участием фонда, делятся на две большие группы. Первая часть – это проекты, которые мы поддерживаем на конкурсной основе. Мы для простоты называем грантами фонда Истории Отечества. С точки зрения нормативной базы это не совсем грант, это финансовая поддержка, то есть поддержка, осуществляемая на принципах казначейского сопровождения, компенсации расходов. За прошедшие четыре года, начиная со времени работы фонда, реализовано 129 международных и всероссийских мероприятий, 160 выставочных проектов, 25 археологических школ, речь идет об участии молодежи в археологических экспедициях, и только в этом году не удалось в полной мере реализовать задуманное в связи с эпидемией. У нас 49 документальных фильмов получили поддержку фонда, они выходили или на телеканалах, или демонстрировались на фестивалях, или то и другое. 76 книг при поддержке фонда Исны, вот здесь в Доме Российского Исторического Общества часть из них представлена. В этом году, как сказал Сергей Евгеньевич, 17 историко-процессивских онлайн-проектов поддержано. И следующий блок это то, что мы администрируем сами, силами фонда, электронная библиотека исторических документов, которая позволяет обеспечить доступ всем желающим к ранее опубликованным документам и обеспечить сквозной поиск по контексту, пользуется большим интересом у специалистов, у любителей истории, уже почти 2 миллиона просмотров, 150 тысяч исторических документов доступно, до конца года будет 180 тысяч минимум. Наш проект совместно со Сбербанком Digital Peter, речь идет о том, что более 130 лет уже идет публикация рукописцев о наследии Петра Великого, и сделана, например, лавина. Это происходит так медленно, потому что тяжело разбирать почерк Петра, и большое рукописное наследие он оставил. Вот этот проект направлен на создание технологии для помощи человеку в автоматическом распознавании рукописи Петра, и здесь на горизонте очень хорошие результаты. Цифровое средневековое проект, который мы ранее представляли на Совете Фонда, это карты средневековой Европы, включая Россию, события, привязанные к этой карте, в динамике с 800 по 1600 год, то, что касается российской истории. Более 90 тысяч исторических фактов, порядка 200 тысяч связей между ними, решены по ходу дела большие такие задачи программистского характера. Впереди работа по увеличению контента, наверное, по переводу на английский язык, если мы все-таки говорим о средневековой Европе. Подходы к решению этой задачи, они в мире делались, но, в общем, по таким независимым оценкам нам уже удалось продвинуться дальше, дальше других в этой работе. Рио Компас. Проект реализуется с участием Фонда президентских грантов, создание крупнейшей библиотеки, крупнейшей библиотеки онлайн-ссылок на достоверные исторические материалы, размещенные в интернете, структурированные в соответствии с историко-культурным стандартом, хронологией, и разделенные по жанрам, для того, чтобы школьники, учителя могли этим пользоваться. Сформирован редакционный совет, и где-то вот в первой половине следующего года будут вот эти 3000 ссылок с соответствующими аннотациями размещены, и эта работа затем продолжится. Наш ежегодный конкурс учителей истории, история в школе, традиции, инновации. Спасибо огромное Министерству просвещения за то, что здесь Министерство помогает на каждом этапе проведения этого конкурса. И сейчас, я думаю, что примем решение и в конце ноября в том или ином формате подведем итоги. Каждый год 24 учителя, по 3 человека из федеральных округов получают большие денежные премии, и мы потом не теряем связи с этими учителями, и они становятся экспертами фонда, мы работаем с ними дальше. Конкурс криведов, работающих с молодежью, который в этом году прошел тоже при поддержке фонда президентских грантов, половина российских регионов, там, где активно работают отделения Российского исторического общества, принимало участие. Определено 128 лауреатов, к сожалению, в связи с известными обстоятельствами, пришлось отказаться от очного краеведческого фестиваля, который мы планировали провести, но мы проведем его на следующей неделе, наверное, дистанционно, за тем, когда будет возможность, обязательно пригласим коллег в Москву. Конкурсы для детей, вот два, наверное, самых таких ярких, конкурс поэтической декламации, история победы в стихах, дети со всей страны читают стихи русских поэтов, посвященные истории России, записывают на видео, присылают эти видео на YouTube-канал Российского исторического общества, фонда истории отечества, определяются победители, и победители выступают на Красной площади в дни Всероссийского книжного фестиваля. И конкурс следовательских работ школьников «История семьи», «История победы» тоже ежегодно эти следовательские работы профессиональные жюри, которые состоят, кстати, из учителей, победители учительского конкурса рассматривают и определяются победителем. Сергей Евгеньевич сказал о работе по оборонительным линиям российского государства, вот 99 выявленных объектов по всей стране, и следующий этап, вот после того, как эту инвентаризацию мы завершили, подготовка такого качественного альбома, которое позволит представить все это наследие наглядно и понять, как мы дальше сможем с этим работать с точки зрения туристического использования. Есть уже хорошие примеры, на которые можно ориентироваться. Международные летние и зимние школы историков начнем уже этой зимой, причем есть замысел в этих школах повышать квалификацию, устанавливать связи не только с профессиональными молодыми историками, русистами, но и с теми студентами, которые обучаются в нашей стране по негуманитарному специальному для того, чтобы дать им общее представление о российской истории и, так сказать, чтобы дать им какой-то иммунитет от того, что им рассказывают в их странах иногда. Ежеквартальный вестник Воронцово-Поле начали это делать с конца 2017 года, уже 12 номеров издано, наш печатный орган. Мы следим за тем, как наша деятельность освещается в средствах массовой информации. Не гонимся за цифрами, но видим, что они растут. И вот если статистика упоминаемости в СМИ российского исторического общества возросла на 20%, то фонда почти в два раза, а посещаемость сайта российского исторического общества, мы делаем ставку в первую очередь на сайт, выросло в полтора раза, а количество просмотров в два раза. Это означает то, что сайт людям интересен, и человек, попав на сайт, больше времени там проводит и смотрит больше материалов. Коротко упомяну только в присутствии Иры Александровича Петрова о том, что по линии фонда поддерживаем работу над двадцатомником истории России, тоже вместе с Институтом российской истории над трехтомной историей Севастополя. Работа над двадцатомником идет последовательно, идет не всегда легко, для того, чтобы в этом году выполнить все задуманное, необходим, конечно, своего рода трудовой подвиг, научный подвиг, но я вот знаю, что как раз прямо сейчас он свершается. Спасибо большое, я постарался очень коротко осветить основные направления нашей работы. Спасибо, Константин Ильич. Выступление Константина Ильича и подробный и хорошо изданный отчет о деятельности фонда истории отчетства вместе составляют доклад о проделанной за четыре года работы. Мне представляется, что доклад действительно очень подробный, глубокий, качественный и, казалось бы, не требует обсуждения, но закон жанра все-таки обязывает нас. И я прошу всех выступающих в дискуссии ограничиваться пятью минутами для таких очень важных комментариев. Первый пример лаконичного выступления подает Николай Андреевич Макаров. Николай Андреевич, пожалуйста. Меня слышно. Добрый день, Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, подробный отчет нам был разослан. И меня видно и слышно? Видно и хорошо слышно. Видно и хорошо слышно, да. Действительно, мы имели возможность ознакомиться с очень подробным отчетом и освежить таким образом в памяти все то, что было сделано Фондом Истории Отечества за эти четыре года от первых проектов связанных с празднованием столетия революции 17-го года до проектов связанных с 75-летием Победы. И это, конечно, очень продуктивная работа с использованием очень скромных средств, работа очень разносторонняя, с очень широким охватом учреждений, различных ведомственных принадлежностей и с очень широким охватом региона, что очень важно, потому что историки в регионах имеют меньшую возможность, конечно, для реализации профессиональной, чем историки в столицах. Я хотел бы отметить, что некоторые проекты имеют, в общем, очень большое значение академическое. Это и новая электронная библиотека, библиотека электронных документов. Это, в общем, сейчас одно из лучших собраний документальных, которые находятся размещены в интернете по нашей истории, которое, так сказать, объединяет документы, изданные различными ведомствами, которая снабжена очень удобной поисковой системой. И сейчас идет вот такая конкуренция электронных документальных ресурсов. Я думаю, что проект фонда «История Отечества» вот сейчас явно один из лидеров. Конечно, очень оригинальный проект «Цифровое средневековье», и он оригинален по замыслу. Это то, что находится, так сказать, на стыке исторического просвещения, популяризации и академической науки. вот такой очень современный оригинальный передовой проект, который, конечно, должен развиваться и очень трудно совместить западное средневековье и российское, но здесь это сделано. И очень сложный проект «Засечная черта», потому что, как показали последние обращения к этой теме, не так много было сделано по этим грандиозным укрепленным линиям за последние 40 лет. Мы их не очень хорошо знаем, мы не очень хорошо понимаем, как их представить обществу. И вот то, что за последние месяцы удалось сделать при поддержке фонда «История Отечества» и новые идеи, как это показывать, они, конечно, очень важны, и все это развивается очень продуктивно. То есть здесь будет надежда, что есть уверенность, что этот проект завершится очень интересно. Поэтому я предложил бы принять отчет, я предложил бы продолжить реализацию тех проектов, которые выполняются по инициативе фонда, которые авторские проекты фонда. Я очень попросил бы, чтобы и археология у нас так же не была забыта. Я думаю, что мы сможем найти такие новые форматы археологических проектов, которые позволят проводить, поддерживать участие молодежи в экспедициях такими, может быть, более компактными группами в условиях пандемии, и это направление также будет продолжать жизнь. Так что, вот, и, конечно, вот идея создания эндаумента, она очень важна, и действительно она обеспечит стабильность фонда, и мы всячески ее приветствуем и, так сказать, внесем свой посильный вклад в поддержку устойчивости фонда. Спасибо. Спасибо, Николай Ильич, за выступление. Думаю, что вы, как директор Института археологии Российской Академии наук, как никто другой, почувствовали, что археология в деятельности фонда Истории Отечества точно не забыли. Спасибо. Попрошу выступить Юрия Александровича Петрова. Да, да, спасибо большое, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Четыре года, действительно, срок как будто небольшой, но наш фонд Истории Отечества, мне кажется, стал уже крепко стал на ноги и стал нашим надежным партнером и соратником в совершении серьезных, больших проектов, о которых сегодня уже отчасти говорили. Я бы хотел здесь несколько, три, может быть, проекта упомянуть, где роль фонда была весьма велика. Это упомянутая 20-томная история России. В прошлом году фонд помог нам серьезно привлечь к этому проекту внештатных сотрудников наших лучших историков, а их более двухсот участвует в написании этой работы. И в этом году, несмотря на вся действительно сложности пандемии, мы справляемся и до конца октября, когда мы должны завершить наши отношения по этому проекту, мы, я уверен, все сто процентов наших обязательств выполнимые договоры с фондом на рукописи объемом более 190 печатных листов заключили. Конференции это очень важное направление развития академической науки, и фонд здесь нам постоянно поддерживает. Я бы хотел только упомянуть конференцию к 75-летию окончания Второй мировой войны, которая прошла в конце сентября в Академии наук при организованном участии Российского исторического общества Сергей Евгеньевич на ней был. Конференция прошла достаточно успешно, я считаю, это было действительно серьезное событие в нашей научной жизни, несмотря на все сложности обстановки, мы сумели ее провести. На этой неделе буквально состоится конференция, посвященная двухсотлетию Сергея Михайловича Соловьева, нашего великого историка, который пройдет в Институте Российской Истории, и мы также весьма признательны фонду за ту поддержку, которую он оказал для подготовки этого мероприятия. История Севастополя еще один важный трехтомный проект, над которым мы работаем совместно с нашими крымскими севастопольскими коллегами. Надо сказать, что проект завершается и уже часть текста, значительная часть уже передана в издательство. Я рассчитываю, что к концу этого года, начало следующего книга выйдет из печати. И это будет действительно серьезное событие и в нашей научной, и в общественной жизни, поскольку такой истории великого крымского города еще не было. Ну и может быть самое последнее в качестве короткого предложения. Исходя из той новой ситуации, в которой мы все находимся, я бы и мы вынуждены сейчас, как и сегодня, проводить основную часть нашей общения в Зуме, я бы предложил может быть фонду рассмотреть вопросы о помощи некой со стороны фонда научным организациям по оснащению необходимым оборудованием. Это не так дорого, но тем не менее у академических институтов всегда лишних денег нет. И мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда для проведения конференции мы используем арендное оборудование. А это в общем-то конечно и дороже выходит, да и качеством хуже. Исходя из того, что мы будем жить в новых реалиях и насколько продлится эта ситуация никто не знает, наше общение будет проходить в основном в эфире. А для этого нужно оборудование. Если бы фонд рассмотрел вот этот вопрос о помощи научным организациям об оснащении этим оборудованием, я думаю, все были бы мы весьма признательны. Ну и в заключение, в самое последнее, я хочу сказать большое спасибо руководству Российского исторического общества и руководству фонда истории отечества, мы действительно прекрасно уже работаем совместно, никаких трений не возникает. Я думаю, что фонд делает очень большое полезное дело для всей исторической науки. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Попрошу выступить с Андрея Николаевича Артизова и еще раз напоминаю о пятиминутном регламенте выступлении. Пожалуйста, Андрей Николаевич. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги. В отчете фонда, который у всех на руках есть, много страниц о поддержке изданий, архивных публикаций, выставок. Я рад возможности представить вам, уважаемые коллеги, новый сборник, подготовленный Росархивом, государственным архивом новейшей истории при поддержке Фонда Истории Отечества и Германского Исторического Института. Вот это издание продолжает традицию последних десятилетий по введению в научный оборот ранее недоступных документов. Я говорю, что перед нами не просто очередной сборник, а 944-страничный ТОН, открывающий большой научно-издательский проект, публикацию рабочих записей, протоколов заседаний и стенограм секретариата ЦК за 1965-1991 годы. Для понимания последнего периода советской эпохи этот проект имеет, пожалуй, не менее ключевое значение, чем широко известные популярные, все на них уже ссылаются, такие издания, как рабочие записи ЗАФ общим отделом ЦК Малина с заседанием президиума ЦК и рабочие записи Леонида Ильича Брежнева. Секретарь ЦК по меткому замечанию одного из ученых, это, конечно, был мост партии, которая, как известно, являлась руководящей и направляющей силой общества. Согласу уставу КПСС в редакции 1961 года ЦК КПСС избирает для руководства работы ЦК между пленумами президиум, то есть полюбюро, для руководства текущей работы главным образом по подбору и организации проверки исполнения секретариат. На практике это означало, что секретариат ЦК, являясь вторым во властной иерархии органам, сосредоточил в своих руках решение практически всех ключевых вопросов внутренней и отчасти внешней политики страны. В его заседаниях принимало участие все высшее политическое руководство. Публикуемые материалы секретариата раскрывают механизмы принятия решений, что содействует формированию объективной картины исторической реальности, основанной на проверенных верифицируемых фактах. Сборник состоит из двух частей. В первой публикуются рабочие записи секретариат ЦК, а во второй протоколы заседаний. Обе части дополняют друг друга. Если протокольная часть сборника это пунктуальная летопись политической жизни страны, и, конечно, в первую очередь она интересна специалистам, то рабочие записи заседаний, надеюсь, привлекут внимание более широкого круга читателей, потому что перед нами не просто сухие, наполненные канцеляризмами постановления, а живые подчас эмоциональные выступления участников заседаний секретариата ЦК. Эти записи помогают воссоздать человеческие портреты советских руководителей. Например, главный партийный идеолог Михаил Андреевич Суслов, у нас в публицистике его демонизируют под названием серый кардинал и тому подобное, так вот, он, как свидетельствуют эти рабочие записи, отличался аккуратностью, неторопливостью, а наиболее важным вопросом он предлагал еще раз вернуться к обсуждению вопроса, не форсировать его принятие, председательство на заседаниях секретариата ЦК часто отправлял проекты постановлений на доработку и дополнительное согласование. Показательно, что Суслов давал возможность высказаться всем участникам заседания, даже если их взгляды в чем-то не совпадали с его собственными. Кириленко, председательствующий на заседаниях в отсутствие Суслова секретариата, придерживался иной тактики, предпочитал либо принять проект, либо снять его с обсуждения, а больше к нему не возвращаться. Вот добротную характеристику Тома уже дана российской газетой в публикации Семена Экштута, недавно только что опубликованной под названием Москпартии, и сейчас она выйдет в свежем номере журнала Родина. Поэтому далее характеризовать издание не буду, подчеркну только еще раз, что без поддержки фонда вот так оперативно мы бы не завершили эту работу и не представили ее читателям. Добавлю также, что с этого года через фонд, надеюсь, будет осуществляться поддержка и созданной по распоряжению президента рабочей группы при Росархиве по созданию электронной коллекции документов по Второй мировой и Великой Отечественной войне. Я работу фонда оцениваю положительно и дай Бог так держать и дальше, несмотря на все те самые условия, в которых мы сегодня живем. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич, за Ваше выступление, за такие комментарии к этому очень интересному сборнику документов, который выпущен в том числе при поддержке фонда истории Отечества. Попрошу выступить Сергея Сергеевича Кравцова, министра просвещения Российской Федерации, председателя Попечительского Совета Фонда Истории Отечества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, добрый день. От Попечительского Совета хочу сказать, что мы тоже положительно оцениваем деятельность фонда. Я хочу коллеги всех поблагодарить, отдельно Сергею Евгеньевич и вас поблагодарить. Действительно очень много сделано, и я надеюсь, что и в следующем году, и в последующем такой темп и уровень он сохранится. Что касается тех предложений, о которых сказал Сергей Евгеньевич в начале, по поводу заключить соглашение в этом году и определенные изменения провести, мы поддерживаем и обязательно это Сергей Евгеньевич сделает. Согласно уставу, поведительский совет является надзорным органом фонда, его заседание проводится не реже, чем раз в год. Текущий состав поведительского совета сформирован распоряжением правительства 2020 года. Мы сегодня оцениваем достигнутые фондом результаты. Напомню, что годовая финансовая отчетность фонда в обязательном порядке проверяется аудиторская организация, выбираемая на конкурсной основе. Сегодня в повестке у нас этот вопрос стоит. Ознакомившись с этими материалами, отмечу, что выделенные фонды, фонду бюджетные средства расходовались достаточно эффективно и рационально. Отмечу, что согласно действующему законодательству фонд не вправе выделять на реализацию проекта гранта. Финансовая поддержка осуществляется исключительно на условиях казначейского сопровождения. Сегодня Константин Ильич об этом говорил, соблюдается. Этот механизм должен быть дополнительной гарантией того, что проект, отобранный по итогам конкурса, непременно будет реализован. Министерство просвещения поддерживает деятельность фонда, направленную на профессиональное развитие педагогов-историков. Сегодня тоже об этом говорилось. Это проект по подготовке учителей. Более 500 учителей приняли участие в традиционном всероссийском конкурсе «История в школе, традиции, инновации». Надеюсь, что финальный этап этого состязания, как и прежде, состоится в очном формате. В таком случае, безусловно, постараюсь лично поздравить победителей. Кроме того, отмечу, что новый всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью, также будет организован фондом. В нем поучаствовали более 700 педагогов, сотрудников музеев, общественных организаций, библиотек. Это очень важная и востребованная инициатива, отражающая усиление воспитательной компоненты в современном школьном образовании. Широко востребованные конкурсы для нашей молодежи, которые проводятся фондом. Это «История семьи, история победы» и «История победы в стихах». Рассчитываю, что они будут объявлены и в следующем году. продолжат информировать о проектах фонда, учителей, учащихся и руководства школ. Уважаемые коллеги, не секрет, что значительную часть своего свободного времени современная молодежь проводит в сети. В этой связи особенно востребованы качественные исторические контенты, которые могут быть использованы учащимися как в целях самообразования, так и подготовки к экзаменам. Хорошим примером здесь служит цикл видеороликов фонда по так называемым трудным вопросам отечественной истории. Отличительная черта этих минифильмов простота и доступность в изложении сложного материала. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте фонда. Возлагаю большие надежды на подготовленный сегодня проект Rio Compass. Речь идет о создании крупнейшей базы онлайн ссылок на достоверные исторические ресурсы в НЭТе. Огромные объемы непроверенной информации серьезно затрудняют поиск необходимых сведений. Полагаю, что со временем потребность в таких ресурсах навигаторах будет лишь возрастать. В завершение, уважаемые коллеги, перечисленные успехи в работе фонда, на мой взгляд, подтверждают правильность выбранного нами курса. Теперь фонду предстоит двигаться дальше, укрепляя свои позиции и постепенно расширяя круг направления деятельности. Конечно, основной роль в структуре финансирования фонда играет бюджетные субсидии. Они сегодня также Сергей Евгеньевич сказал. Поэтому непременно будем думать, как в перспективе увеличить ее объем. Вместе с тем полагаю, что было бы неплохо постепенно наращивать долю внебюджетных средств, что позволило бы со временем приступить к новым востребованным проектам. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Сергеевич. Я пользуюсь такой публичной возможностью хотел бы поблагодарить вас за согласие возглавить попечительский совет фонда. Должен сказать, что и в целом состав попечительского совета вошли очень уважаемые, авторитетные люди, известные и как большие специалисты исторической науки, в других сферах знаний, в других профессиональных компетенциях. Это, конечно, создает для фонда дополнительный ресурс и такой интеллектуальный, и моральный. Спасибо вам большое. Передаю микрофон Алексею Константиновичу Левыкину. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, передо мной стоит достаточно тяжелая задача в течение пяти минут рассказать о большом разделе работы, который расшисляет фонд Отечества, так как за период с 2017 по 2020 год в рамках приоритетных целей фонда по сохранению развития культурного потенциала нации, популяризации культурного наследия и в целях обеспечения доступа к сосредоточенным музеям нашей страны и зарубежных стран культурным ценностям было проведено более 160 выставок. Из них федеральными музеями проведено более 50 выставок в субъектах федерации около 80 выставок и причем надо отметить, что более 30 выставочных проектов было осуществлено при организации прямом участии Росархива. Выставки весьма разнообразны по своей тематике, они наверное охватывают все аспекты истории развития нашего государства, представляют коллекции музеев, хриологические комплексы историко-документальные, но я постараюсь остановиться только наиболее значимых, и поэтому прошу извините, если некоторые проекты не будут озвучены в моем выступлении. Но прежде всего, наверное, следует сказать о масштабных историко-документальных проектах, вызвавших широкий общественный интерес. Из них в первую очередь следует отметить проекты, связанные с циклом лидера советской эпохи, в частности, первое историко-документальное выставки из данного цикла «Ленинг», прошедшее в 2017 году в выставочных залах государственных архивов, получила очень широкую огласку, оценку, и стала таким лидером в проведении следующих проектов, посвященных другим лидерам эпохи. Необходимо также отметить масштабный историко-документальный проект из фондов Российского государственного архива и из целого ряда федеральных музеев нашей страны под названием «Штабах Победы 1945 года», включающие пять выставок, посвященных событиям каждого года Великой Отечественной войны. Одним из актуальных направлений музейной деятельности на территории субъектов Российской Федерации стало проведение передвижных выставочных проектов. Из таких важных событий необходимо отметить проведение в десяти городах страны в течение 2017 года масштабной передвижной выставки революционной эпиджи в 17-й год, посвященной столетию Великой Российской революции, подготовленной Государственным Музеем современной истории России. Значимое место занимали выставочные проекты, посвященные юбилейным датам культуры России, юбилейным крупным деятелям культуры и истории. В 2017 году состоялся ряд выставочных проектов, прирученных столетию Великой Российской революции, центральным из которых стало проведение в Государственном Центральном Музее современной истории России выставки 1117-й код революции, посвященные юбилею события. В 2018 году состоялись такие значимые выставочные проекты, посвященные памятным датам как выставки Тургенев во время Московской Государственном Историческом Музее, выставки Арабецки «Страница жизни Тургенева» в Государственном Музее Истории Российской Литературы, а также выставки Государственной Истории Русского Языка имени Александра Сергеевича Пушкина. 200-летие со дня рождения великого Российского императора Александра Второго выставки прошли в Российской Государственной Библиотеке в Общество Ограниченной Ответственности Агентства Социальных Проектов Мира для Всех, а также выставка Александра Второй Освободитель в Государственном Историческом Музее. В 100-летие окончания Первой Мировой войны была организована выставка «Война и милосердие» в Государственном Центральном Музее современной истории. В 2019 году состоялся целый ряд выставочных проектов, посвященных юбилею самой почетной военной награды 250-летие учреждения военного Органа Святого Великомучника и Победоносца Георгия, среди которых наиболее значимой была выставка за службу и храб из Государственного Исторического Музея. Заметным событием того года в культурно-общественной и политической жизни России и иностранной Дуфтер стал выставочный проект, посвященный 75-летию освобождения стран Восточной Европы от нацистской оккупации «Путь к победе Восточной Европы». В преддверии празднования 500-летия возведения Тульского Кремля состоялся целый ряд выставочных проектов, из которых я особо отметил проект этого года в 2020 году в сентябре под знак иностранным проектом стала историко-покументальная выставка средневековая Тула в выставочном зале федеральных архивов. В целом, подводя итог, хочу отметить, что экспозиционно-выставочная деятельность российских музеев для нас остается и для фонда остается одним из самых насыщенных интенсивных направлений, и поддержка фонда стала, так сказать, достаточно важным фактором в развитии этого направления нашей работы. И в заключение мне бы хотелось поблагодарить также, как и все мои предшествующие выступления, и руководство российско-историческое общество, руководство фонда за ту поддержку, которую он оказывает как федеральным, так и региональным музеем реализации Дмитриева, генерального директора председателя управления Российского фонда прямых инвестиций, Кирилл Александрович, так же, как и Сергей Сергеевич Кравцов, дал согласие войти в состав попечительского совета фонда истории отечества. Кирилл Александрович, пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Я хотел поблагодарить вас и руководство фонда за приглашение в попечительский совет. Мы, безусловно, очень высоко оцениваем ту просветительскую работу фонда, которую мы видим и которая направлена на воспитание уважения к российской истории и фактов о российской истории. Мы видим три направления деятельности, где мы могли бы быть полезны. Это, во-первых, дополнительное финансирование деятельности фонда, во-вторых, это поддержка различных международных проектов фонда. Не секрет, что Россия была одним из главных союзников большого количества ближневосточных государств и различные международные проекты совместно с ними будут подчеркивать ту конструктивную роль, которую Россия играла и продолжает играть, например, на том же Ближнем Востоке. И, безусловно, третье направление деятельности это онлайн-проекты. Мы приветствуем то, что фонд активно их сейчас продвигает. Это действительно крайне востребовано. Мы являемся инвесторами в ряд онлайн-платформ обучения россиян и, соответственно, тоже готовы всячески здесь способствовать деятельности фонда и российского исторического общества. Так что спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Будем очень активно подключаться. Спасибо большое. Я вас уже давно знаю и знаю, с каким большим интересом вы относитесь к такой теме, как Россия в мире, отечественная история. И, конечно, ваше участие в Печительском совете будет очень-очень полезно и для фонда истории отечества. Но я уверен и интересно для вас лично. Передаю микрофон Виктору Антоновичу Садовничеву. Мы вас видим, слышим. Виктор Антонович, пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я очень коротко хочу сказать, что я, безусловно, впечатлен и поддерживаю ту огромную работу, которую проводит и общество, и фонд. И это, на самом деле, очень важно. Вашим с точки зрения отношения молодых людей, студентов, молодежи к нашему историческому прошлому. Мне кажется, сейчас это одна из главных тем, которая должна присутствовать как среда в университетах, как возможность доносить вот до молодых людей ту историческую правду, которая соответствует нашей истории в целом, нашей страны и нашим прошлым, нашим достижениям. Мне кажется, что нам надо бы усилить, это наша задача, ректорство сообщества, здесь присутствуют ректоры других выдающихся университетов, вот эту воспитательную часть, основанную на точных исторических фактах, я бы потребил слово патриотизм. Сергей Ильич, я хочу сказать об одном событии, которое, безусловно, можно отнести и к успехам нашей работы. 10 октября 41-го года Красновидово, это 100 километров от Москвы, состоялось историческое событие, заседание штаба Западного фронта. Это был самый критический момент в истории Великой Отечественной войны. Фактически шириной 500 километров полоса была открыта для наступления, был издан указ по немецким войскам Москву не брать, она должна быть уничтожена, не принимать капитуляцию. И в это время вот в деревне Красновидово в домике состоял заседание штаба Западного фронта. Присутствовали члены ГКО, представители ставки Ворошилов, Булганин, Молотов, Василевский, Конин, Жуков. Жуков объявил решение главного командующего назначения его командующим западным, верховного командующего назначения Жукова командующим западным фронтом. Началась оборона Москвы через неполных два месяца наступления под Москвой и фактически это наша победа. И вот Московский университет за счет собственных средств на этом месте, где стоял домик, а это наш дом отдыха, построил композицию заседания штаба западного фронта. Это в натуральную величину, под каской, пробитой с западной стороны осколками, стол, на котором находятся члены ГКО и принимают соответствующие решения. Мне кажется, что это место, вот 10 октября 41-го года, случившееся под Москвой на нашей территории, вот могло бы стать для всех студентов хорошим местом экскурсии, местом, где можно было бы рассказывать о том, как наша страна собралась и победила. В подготовке памятника присутствовали, участвовали, присутствовали дочь Жукова, Эра Жукова, дочь Конева, Наталья, внучка Конева, и мы очень рады, что на открытии памятника присутствовали сотни студентов рота почетного караула снят фильм. Я бы отнес вот это событие вот тем воспитательным элементам или моментам, простите, которые нам надо всем использовать. А что касается нашей работы, мне кажется, впереди много дел, событий и, конечно, вот ответственность тех членов Попечиста Совета, которые связаны с студентами, молодежью, задача, вот которую я сказал, особое внимание уделять воспитанию и донесению исторической правды до нашего еще, может быть, созревающего поколения, а на самом деле для будущего России. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо, Виктор Антонович. Пока вы рассказывали замечательно об этом месте, об этом памятнике, я подумал, может быть, нам сформировать проект, ну и рассмотреть вопросы поддержки этого проекта фондом Истории Отечества, проект, ну, примерно такой, проведение ежегодного фестиваля студенческих агитбригад с песнями и со стихами, посвященными Великой Отечественной войне. Как одно из предложений могут быть рассмотрены и другие. Спасибо, Виктор Антонович. Я думал, Светланович, ровно об этом я думаю, что это должно быть местной ежегодной встречи студентов. Спасибо. Передаю микрофон Анатолию Анатольевичу Мещерякову, заместителю генерального директора акционерного общества «Российские железные дороги», члену попечительского совета Фонда Истории Отечества. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники заседания. Я хотел бы коротко рассказать, как развивается наш совместный историко-просветительский проект «Исторический багаж». Напомню, проект «Исторический багаж» родился в 2018 году в ходе исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о реализации историко-просветительских проектов на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас, по прошествии двух лет, можно с уверенностью сказать, что на самом деле проект видоизменился и вырос масштабное исследование истории России в контексте ее регионов. Он находит свое развитие не только в расширении географии, размещении мобильных выставочных экспозиций на вокзалах страны, но и в ряде сопутствующих проектов, в том числе выставка «Исторический багаж» и портал «Исторический багаж.рф». В 2019 году мультимедийные выставочные экспозиции были установлены на 22 вокзалах. В декабре 2019 года в галерее царской башни Казанского вокзала открылась выставка, посвященная проекту «Исторический багаж». Экспозиция сформирована совместно с Институтом Российской Истории, Академией Наук и Российским Историческим Обществом. В 2020 году, несмотря на известные сложности, мы приложили максимальные усилия, чтобы реализовать все плазоны, связанные с проектом. С коллегами из Российского Исторического Общества Института Российской Истории мы поставили себе задачу в год 75-летия Победы Великой Отечественной Войны создать и разместить экспозиции, рассказывающие об истории городов-героев и ряде городов воинской слаби, а также в Чите и Иваново. В общей сложности были размещены 15 новых мобильных выставок. Каждая экспозиция была дополнена специальным разделом, посвященным событиям военного времени и вкладу города в общую победу над врагом. Соответствующими разделами дополняется контент и уже пяти существующих экспозиций. В 2020 году доработано концепт историко-просветительского интернет-портала «Исторический багаж», посвященного местной истории отдельных населенных пунктов, где произошли значимые для России исторические события. На портале планируется размещать авторские материалы, подготовленные как в формате объемных статей, подробно исследующих выбранные темы, так и кратких заметок, посвященных отдельному предмету или факту. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме по адресу «Исторический багаж. РМ». В дальнейшем планируется адаптировать и разместить на нем все материалы, накопленные в ходе подготовки экспозиции для размещения на вокзалах. Все материалы для портала «Исторический багаж» также готовятся при участии Института Российской Истории Академии Наук и в том числе проходят соответствующую экспертизу на научную достоверность. О планах по развитию проекта. В 2021 году мы планируем охватить уже 56 городов. Проект актуален, востребован и интересен, поэтому развитие просто необходимо. До конца года совместно с коллегами из Института Российской Истории и Российского Исторического Общества мы определим, какие регионы целесообразно охватить следующими и сформировать перечень городов для размещения экспозиций. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Анатолий Анатольевич. Уважаемые коллеги, в коротком вступлении я коротко обозначил тему формирования фонда целевого капитала. Попрошу Наталью Владимировну Третьяк рассказать несколько подробнее. Наталья Владимировна Третьяк, первый вице-президент акционерного общества Газпромбанк, член Совета Фонда Истории Отечества. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Всех рада видеть и слышать хотя бы в таком удаленном режиме. Большое спасибо за то доверие, которое вы высказали, вы быв Газпромбанк в качестве управляющей компании. Мы являемся заслуженными лидерами этого рынка, управляем самым большим количеством эндамент-фондов и наиболее самых известных. Вот я с гордостью могу назвать, что в качестве наших клиентов является эндамент-фонд МГИМО и Эрмитажа. Мы действительно даем очень хорошие показатели по управлению эндаментов, но в частности по прошлому году средняя доходность эндамент-фондами под нашими управлениями составила порядка 14%. Конечно, в этом году цифры будут гораздо скромнее, но тем не менее, если мы посмотрим средний показатель за 12 лет, то среднюю взвешенную доходность, которую предоставляет Госпромбанк, составляет около 12%. И я уверена, что управление эндамент-фондом нашего фонда будет не менее успешным. Мы не только помогаем управлять средствами фонда, но мы активно содействуем нашим клиентам в привлечении средств в эндамент-фонды и мне очень радует обновленный состав фонда «История Отечества». Я уверена, что такой представительный опытный состав поможет в привлечении в этот фонд дополнительных средств, но мы также предоставляем и специальные механизмы привлечения средств в эндамент-фонды. В частности, мы презентовали на прошлом заседании проект, связанный со специальным платежным инструментом, специальной пластиковой картой, с транзакцией которой поступают средства в эндамент-фонд за счет средств «Газпромбанка». И я уверена, что подобный проект мы сможем запустить и в случае с нашим фондом. В целом, я еще раз хочу поблагодарить коллег и сказать, что создание эндамент-фонда это очень верный шаг. Эндаменты это, пожалуй, в настоящее время наиболее эффективный и наиболее прозрачный механизм привлечения средств благотворителей на реализацию социально значимых и важных проектов. Я уверена, что наше партнерство будет очень эффективным. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Мы очень рассчитываем на ваш высокий профессиональный уровень и на профессионализм «Газпромбанка». Спасибо. Прошу выступить Денис Владимирович Молчанова, директора департамента аппарата правительства Российской Федерации членом Попечительского Совета Фонда История Отечества. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Как вам известно, учредителем Фонда История Отечества от имени Российской Федерации является правительство Российской Федерации, поэтому все обращения Фонда рассматриваются нами в приоритетном порядке и в максимально ускоренном режиме. Как только к нам поступило обращение необходимости внести в Устав Фонда изменения, позволяющие формировать, пополнять и использовать целевой капитал, было немедленно дано поручение правительству Российской Федерации Минпросвещению, Минюсту, Минфину поддержать и внести в правительство проект соответствующего акта. Поскольку фонд создан указом президента Российской Федерации, проект постановления был направлен на согласование в Государственное правовое управление президента, где находится сейчас. Как только необходимые процедуры будут завершены, документ будет представлен на подпись председателя правительства Российской Федерации и мы рассчитываем, что это произойдет уже до конца текущей недели. Спасибо. Спасибо, Денис Владимирович. Попрошу выступить Михаила Борисовича Петровского. Как уже было сказано ранее, государственный Эрмитаж давно и успешно использует этот инструмент, финансовый инструмент на момент. Михаил Борисович, пожалуйста, несколько слов. Спасибо. Спасибо. Я уже несколько раз говорил в наших заседаниях, что это прекрасная совершенно форма финансирования организации. Кажу, что мы довольны нашей работой с Газпромбанком. Я буквально на дня смотрел очередной отчет 10-12%, даже в сложнейших ситуациях все это получается и хорошо работает. Я думаю, что есть две вещи, которые полезны иметь в виду, когда начнет это работать. Полезно определить точно, маркировать какие-то цели, на которые и будут идти основные доходы эндаумента. Тогда это легче за ним следить и видеть, насколько это все эффектно. Второе, когда эндаумент будет уже очень большой, то можно, кроме основного Газпромбанка, иметь еще один финансовый механизм, институт, который бы помогал сверять часы. Но, в общем, я думаю, что очень важный шаг делается. И в сегодняшнее время обстоятельства показали, что это очень важно и нужно. И этот эндаумент вот сейчас в условиях пандемии, кризиса на самом деле работает. Спасибо. Спасибо, Михаил Борисович. Передаю микрофон Владимиру Ильичу Толстому, если нам удастся подключиться. Да, добрый день. Мы вас слышим. Спасибо. Здравствуйте. Ну, мне тоже хочется в целом просто высоко оценить деятельность фонда и российского исторического общества. Как у нас раньше было принято, мы голосовали удовлетворительно или неудовлетворительно. Здесь хочется сказать, что успешно и эффективно работает фонд. Мы давно тоже взаимодействуем, с первых дней работаем исторического общества. Радуюсь, что всегда, ежегодно российское историческое общество активно участвует в фестивале на Красной Площади, в книжном фестивале. Это один из самых посещаемых любимых павильонов на фестивале Красная Площадь. Что касается эндаумента, это совершенно правильное решение, которое позволит в долгосрочной перспективе стабильно финансировать все проекты фонда и общества. Поэтому горячо поддерживаю. Спасибо руководству общества и фонда за проделанную работу. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто хотел бы выступить еще коротко по первым двум вопросам по итогам работы фонда и по этой части, которая касается формирования средств целевого капитала? Уважаемый Сергей Евгеньевич, позвольте. Пожалуйста. Я не вижу кто. Овсеенко Николай Павлович. Николай Павлович, это вы, пожалуйста. Спасибо. Я прошу прощения за форму одежды, но я пока в изоляции нахожусь, опасен для общества, поэтому нахожусь дома. Я хотел бы, Сергей Евгеньевич, поблагодарить вас за идею, которую вы подали своим примером. И мне кажется, что если председатель Бабчийского совета Сергей Сергеевич согласится с этим, я бы в качестве рекомендации попечителям предложил последовать вашему примеру и как минимум свою месячную зарплату или до конца года или в следующем году перевести в фонд не для того, чтобы соперничать с железными дорогами или фондом прямых инвестиций, а для того, чтобы чувствовать свою непосредственную причастность к этому замечательному делу. Спасибо. Николай Павлович, спасибо большое. Спасибо. Хочу сказать, что для общества вы не опасны для российского исторического общества, вы полезны не только потому, что сделали сейчас вот такое предложение, потому что вы действительно ведете большую и полезную работу в этом направлении. Спасибо вам большое. Итак, коллеги, по двум первым вопросам предлагается принять следующее решение по отчету о деятельности, признать деятельность фонда удовлетворительной, а что касается формирования средств целевого капитала, принять информацию. к сведению по данному вопросу. Нет возражений? Принимается. Спасибо. И два еще коротких вопроса. Третий. Об изменении финансового плана на текущий год и утверждении финансового плана на следующий год и об утверждении аудиторской организации, выигравшей конкурс на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности. Константин Ильич Могилевский, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, розданные членом Совета проекта документов, предложение по перераспределению расходов фонда истории отечества на 2020 год обусловлено тем, что у нас по нескольким статьям сформировалась существенная экономия, это прежде всего выставки и мероприятия, многие из них перешли в онлайн-формат, что способствовало экономии средств. Мы в соответствии с состоявшимся уже ранее решением Совета поддержали 17 онлайн-проектов, мы запустили новые информационно-телекоммуникационные проекты, усилили мероприятия по историко-патриотическому воспитанию молодежи, в общем, в розданных документах расшифровка имеется, есть также предложение запланировать на конец года несколько новых выставок, связанных в том числе и со столетием службы внешней разведки, с проведением историко-литературной премии КЛИО, средства на саму премию изыскал Российский Книжный Союз, мы можем по своей линии заложить расходы на организацию, начать работу над альбомовым каталогом по фиксации засечных черт в регионах и поменять два показателя в бюджете. Первый, тоже по объективным совершенно причинам, сократить показатели по участию молодежи в археологических экспедициях и по деньгам, и по проведенным экспедициям, и трехтомник истории Севастополя в связи с тем, что средства софинансирования, за счет которых предполагалось спечатать этот сборник, поступят в следующем году, указать в показателях этого года подготовку трех оригинал-макетов, а напечатать их уже в следующем году. Такие предложения по текущему двадцатому году. Коллеги, есть ли другие предложения, замечания? Нет. Соглашаемся с предложениями, Константин Ильич, он принимается. Пожалуйста, Константин Ильич, дальше. Финансовый план на 2021 год подготовлен с учетом запланированного сокращения бюджетных расходов на 10%, но мы в этом плане постарались, ужавшись, конечно, практически по всем направлениям, сохранить прежние направления, вести даже несколько новых, в частности, международные исторические школы и стипендии фонда для наиболее успешных студентов. И в целом стараемся сохранять и количественные показатели. Спасибо. Принимаем информацию к сведению. Пожалуйста, и по аудиторской компании. Да, и по аудиторской компании у нас состоялся конкурс, у нас три года работала аудиторская компания и предоставляла ежегодные отчеты, вот на следующие три года необходимо утвердить, по итогам конкурса предлагается утвердить ООО International Business Consulting Group в качестве вот этой аудиторской организации. Был конкурс, в нем участвовали две аудиторские организации со схожим опытом, но предлагаемая организация немного по цене для нас комфортнее, предложили меньше цен. программа. Спасибо. Коллеги, нет ли у вас возражений, других предложений? Нет. Решение принимаем. Уважаемые коллеги, мы выполнили план работы на сегодня, я хотел бы поблагодарить всех членов попечительского совета фонда за работу в ходе сегодняшнего заседания, ну и, конечно, поблагодарить всех вас за ваш личный вклад, вклад каждого в развитие исторической науки и исторического просвещения в Российской Федерации. Спасибо, мы продолжаем работу, каждый на своем месте. Берегите себя. До свидания. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok